Духовное знание Этого определения нет ни в одном словаре Но мы не будем обсуждать этот факт, потому что разум не критикует, не обвиняет, а созидает, ищет смысл, позволяет видеть реальность жизни Сам факт того, что понятие «духовное знание» нет в словарях, говорит только о проблеме понимания главного в человеке Да, у нас очень мало информации о нашей духовной природе Теория человека знания жизни восполняет этот пробел Духовное знание – это знание о нашем истинном «я», о истине и разуме, о духе и душе человека Духовное знание позволяет человеку понять себя и измениться Чтобы понять всю его важность, обратимся к знанию жизни Первая передача из цикла была посвящена основополагающему принципу, который гласит о том, что поиск знания о человеке – это единственный путь обретения им внутренней цельности Вторая передача была посвящена понятию мировоззрения развития, которое связано со стремлением осознать свою внутреннюю суть, способность развиваться, стать личностью и творцом, обрести счастье Что же позволяет человеку, первое – обрести внутреннюю цельность, и второе – способность к развитию? Да, это именно духовное знание То самое, о котором мы так мало знаем Где же найти это знание? Само понятие духовности связано с духом и душой С Богом Именно Он и олицетворяет нашу духовную природу Духовное знание мы не можем найти опытным путем Путем познания материального мира вокруг нас Мы можем только получить его Хочу подчеркнуть, что я говорю не о религии Я говорю о духовном пути О пути жизни человека Духовность, присущая людям И знания о ней принадлежат всем нам Они не являются только сферой религии Бог внутри человека Наша духовная природа, душа и дух Внутри каждого из нас Бог и Его посланники на земле Иисус Христос, Кришна, Будда и другие великие учителя человечества Могут стать нашими личными учителями Чтобы получить духовное знание Надо обратиться именно к личности учителя Мы должны понять, что движет им Кто он? Мы устанавливаем с ним связь Только тогда мы можем взять у него знания Принять и применить его в своей жизни Учитель обладает уверенностью И мы принимаем знания, потому что понимаем его И доверяем ему Мой личный путь к Богу был путем не религиозным, а личностным Я принял Христа как учителя и начал следовать его знанию Христос говорит о том, что он учитель для всех людей мира Когда отправляет своих учеников проповедовать знания А вы не называетесь учителями Ибо один у вас учитель, Христос Все же вы братья и отцом себе Не называйте никого на земле Ибо один у вас Отец, Который на небеса Для меня и, я думаю, для большинства из вас Именно Христос самый близкий по духу учитель И так, что главное, говорит Христос нам всем Он проповедует Царствие Божие И необходимость человеку измениться для того, чтобы войти в него Истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего Духовное знание уникально, оно едино Главная суть его в том, что человек рожден для того, чтобы измениться Понять свою двойственную природу и найти себя Сложнее воспринимать знания, которому уже более пяти тысяч лет Содержащиеся в Хабавадгите, одном из величайших ведических писаний Рассказывающих нам о Кришне, верховной личности Бога Кришна говорит о себе Я цель и хранитель, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг Вот что он рассказал нам о знании Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота Обращение к истинному духовному учителю Чистота, постоянство, самодисциплина Отказ от того, что приносит чувственное наслаждение Отсутствие ложного эго Понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло Самоотречение Отсутствие привязанности к детям, жене, дому Невозмутимость в счастье и горе Непоклебимая, безраздельная преданность мне Стремление жить в уединенном месте Отстраненность от мирских людей Признание важности самоосознания И склонность к философскому поиску абсолютной истины Это я объявляю знанием А все прочее называю невежеством Кришна объявляет знанием то, что является результатом процессов Связанных с изменением человека внутри Кришна также говорит о том, что мы рождаемся в иллюзии материального мира И должны принять знания для того, чтобы измениться Живший 2500 лет назад Будда учил, что источник и первопричина всех бедствий человека в невежестве Он утверждал, что именно оно является причиной всех страданий Его учение состоит из четырех благородных истин и восьми принципов, следуя которым можно избавиться от страданий Четыре истины Будды таковы Первое – жизнь есть страдания Второе – причина страданий – желания Третье – прекращение желаний ведет к прекращению страданий И четвертое – есть путь избавления от желаний Это восьмиричный путь Что же входит в восьмиричный путь, открытый Буддой? Правильные взгляды Правильная решимость Правильная речь Правильное поведение Правильный образ жизни Правильное усилие Правильное внимание или направление мысли Правильное сосредоточение Следование принципам Будды приводит к изменению человека И основаны они на высших ценностях Любви ко всему живому и к Богу Итак, духовное знание едино Хотя великие личности, учителя, которые принесли его на землю Жили в разные эпохи Сейчас мы можем видеть и понимать его значимость для нас Как вы считаете, пора ли добавить его определение в словари? Пора ли начать говорить о нем? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!